ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России предложили объявить амнистию по штрафам ГИБДД. Она может коснуться граждан, призванных в вооружённые силы в рамках частичной мобилизации. Автор инициативы – Институт исследования проблем современной политики. В организации заявили, что попадающим под мобилизацию даётся мало времени на сборы. Они не успевают выполнить бытовые, финансовые и прочие обязательства. Поэтому освобождение от штрафов было бы хорошим подспорьем. Предложение направлено в Совет Федерации. ТРАССА СТО ОДИН Лада Самара Хэтчбэк в этом году остаётся самым покупаемым легковым авто с пробегом. Второе место с большим отрывом, по данным агентства Автостад, занимает Хёнде Солярис. Бронза принадлежит модели, которая долгое время была на вторичке номером один среди иномарок – Форт Фокус. Следом располагается Киа Рио. Кстати, говорят эксперты, найти хороший Солярис или Рио на вторичном рынке становится проблемой из-за дефицита новых аналогичных авто. ТРАССА СТО ОДИН Индийская компания Tata Motors выпустила один из самых дешёвых электромобилей в мире. Хэтчбэк Tiago EV в переводе на рубли стоит немногим более 600 тысяч. Новинка выглядит как полноценный автомобиль бюджетного класса. Запас хода на одном заряде – 250 километров. У более дорогих комплектаций этот показатель превышает 300 километров. Разработчики уверяют, что затраты на эксплуатацию электрического Tiago будут в семь раз меньше расходов на содержание бензиновой версии автомобиля. ТРАССА СТО ОДИН А компания BMW представила новый гибридный кроссовер XM. В США автомобиль будет стоить в переводе на рубли порядка 10 миллионов. Силовая установка представляет собой восьмицилиндровый бензиновый двигатель мощностью 489 лошадей, который работает в паре со 196-сильным электромотором. Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат. Разгон до сотни занимается немногим более четырёх секунд. На одном электрическом заряде кроссовер может проехать почти до 100 километров. ТРАССА СТО ОДИН Компания Volvo собирается внедрить технологию распознавания малейшего движения в салоне авто. Специальный радар способен улавливать дыхание спящего младенца или животного. Для чего? Для того, чтобы водитель, уходя, не забыл о них. Сигналом к этому послужит невозможность активировать центральный замок. Впервые такая функция появится на электрическом кроссовере EX-90, который придёт на смену XC-90. На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН